Полностью вот этот текст был сгенерирован с помощью нейросети. То есть мы ее не писали самостоятельно, не сочиняли, время не тратили. Хорошее вступление на встречи тех, кто готов к AI-трансформации. В этом зале собрались предприниматели, менеджеры, специалисты по продажам, которые хотят внедрить в свой бизнес нейросети. Это уже не просто хайп, ведь нейросеть – хороший помощник, инструмент, который упрощает работу и даже помогает экономить. Они как-то очень быстро ворвались в нашу жизнь, эти нейросети. Многие люди не понимают, что это, зачем, и тем более многие предприниматели не понимают, как это используют для бизнеса, где здесь польза, как говорится, где деньги. Да, нейросети не заменят человека. Они помогают убрать рутины, чтобы люди могли заняться, руководитель мог бы заняться более интересными какими-то вещами. Как правильно это сделать, рассказывают сегодня на федеральном интенсиве «Бизнес и нейросети», которая проходит в Барнауле. Есть надежда на то, что труд рядового сотрудника облегчится в конечном счете, и мы будем успевать больше, делать это качественнее. Продажи, логистика и даже сфера охраны труда. С помощью искусственного интеллекта можно оптимизировать любую отрасль. У нас в России есть альянс искусственного интеллекта, в которые входят как разработчики, так и пользователи этой технологии. И на текущий момент одним, скажем так, из первых шагов для каждого из членов этого альянса – это подписание кодекса этики искусственного интеллекта. Кроме того, пару лет назад в России был подписан указ о развитии и поддержке технологии искусственного интеллекта. То есть само государство понимает важность этой технологии и готово вкладываться, поддерживать компании. По словам экспертов, нейросети не заменят людей, но их могут заменить люди, которые быстрее найдут общий язык с нейросетями. Если мы возьмем экспертов, эти люди всегда будут цены, они всегда будут в авторитете, всегда будут нужны. Но если мы говорим о невысокой квалификации сотрудников, то вот здесь высокая вероятность, что вот эту прослойку людей могут легко заменить нейросети. Поэтому я бы посоветовал людям, которые считают себя не очень компетентны, недостаточно в чем-то сильны, уже начать задумываться, как начать повышать свою квалификацию. Потому что нейросети нам наступают на пятки, как говорится, и скорее всего нас догонят. Надо что-то делать уже. Именно поэтому сегодня многие руководители стремятся к тому, чтобы человек и нейросеть работали вместе и показывали такие результаты, которые никто по отдельности не смог бы достичь. Ирина Корчегина, Владислав Ковалев, День с толком.